Культ поход Культ поход Культ поход Культ поход Как раз вот в самом сердце исторического центра вы наверняка завтра будете прогуливаться. Кто-то уже построил себе маршрут, вот по каким музеям вы пройдетесь и здесь. Очень удобно действительно определиться. Вот у нас, можно сказать, такая самая высокая концентрация культуры вот именно вот в этом промежутке, да, улица Спасская, вот здесь вот в самом сердце исторического города. И как раз мы очень удобно в этом плане расположились на улице Герцена. Чтобы вам удобнее было сориентироваться, вот перекресток Герцена и улицы Свободы. Недалеко от Вятской гуманитарной гимназии. Вот наверняка многие видели вот такой деревянный комплекс. Вы проходите туда и, соответственно, погружаетесь в такую невероятную атмосферу, которая у нас будет царить. Вообще музей у нас достаточно молодой, музей частный. Открылся в 2016 году. Да это будет дальше вопрос. Хорошо, не бежим. Спойлер. Уберём. Заменим, заменим. Так, и хотелось бы сказать, что музей вообще был открыт Валерием Ивановичем Федяевым. Это человек, который был влюблён, увлечён в историю нашего города. И вот возникла идея изначально создать интересный путеводитель, чтобы люди не заблудились по городу, чтобы они имели представление, где в той или иной части располагалась какая-то старинная, старинный элемент старого хлыновского Кремля, которые либо сохранились, либо не уцелели до наших дней. И потом, вот как рассказывала жена Валерия Ивановича, что сначала существовала гостиница, и постояльцы очень часто спрашивали, ну а что в Кирове вообще можно посмотреть, есть ли здесь что-то интересное. И вот так вот они рассказывали, да вы что, здесь столько, ну действительно город очень интересный, и так возникла идея ещё и создать музей. Рассказывает он о том периоде, когда, ну вот с основания до переименования города в Вятку. Музей интерактивный, и экспозиция на самом деле у нас такая очень богатая, интересная, и ключевой такой точкой является макет хлыновского Кремля, который Валерий Иванович спроектировал и создал сам. Так что, ну конечно. Он находится в музее, его можно посмотреть. Да, да. И все, кто придут ночью в ночь музеев, тоже смогут его увидеть. Конечно, конечно. То есть давайте приблизимся немножко к программе, которая будет завтра, что гости могут увидеть, посмотреть, во что включиться, и как хронологически они выстроены. У вас, как и иначе, с историей Вятки всё-таки связана. Конечно, конечно. Вятки, Хлынова, Кирова. Да, да. Вообще мероприятия пройдут с 16 до 22 часов. Что касается музея, то есть в этот промежуток у наших гостей есть возможность бесплатно посетить музей, пройти его полностью. И в каждом зале мы поставим экскурсовода, который будет рассказывать о том или ином фрагменте нашей экспозиции. То есть вот вы так гуляете, слушаете от разных людей какие-то интересные истории. То есть это обязательно входная часть, где у нас расположилась статуя Световита. Затем вот карта того самого пути, который, предположительно, прошли новгородцы, прежде чем основать у нас здесь поселение. А статуя Световита, извините, перебью, у вас это что? Расскажите тем, кто не был ещё в музее. Ну, смотрите, не буду сильно забегать всё-таки, да, чтобы у нас люди завтра с интересом это послушали. Но это такое считается божество. Ближеческий какой-то. Да, да, бог войны и победы. Вот такой. Об этом поподробнее в музее. То есть у нас стоит такая копия той статуи, которая изначально в каменном виде располагалась на острове Руян, Буян ещё его название. Сейчас это остров Рюген. Там сейчас деревянная статуя стоит. И вот у нас такая же деревянная расположена в музее. Тут недавно зашёл мужчина и такой спрашивает, ну это что, вот вы оттуда привезли, ведь как-то неправильно. Нет, это копия. На самом деле Валерий Иванович сам на этом острове был. У нас есть фотография, где вот он прикладывается к той самой статуе. Так что посещение музея начинается с мечты. Вы прикладываетесь к этой статуе и либо просите мудрости, либо каких-то знаний. То есть он исполняет желания у нас. Просить мудрости у бога, войны и победы. Это хорошая история, да. Да, ну победы, да, сакцентируемся на этом. Вот. И здесь, так что у нас дальше, то есть зал, где, собственно говоря, расположился макет. Дальше у нас зал, который рассказывает о подземных ходах и многом другом. И завершается вся экспозиция посещением избы. Там тоже будут интересные такие активности для наших гостей. Это прям макет, да, получается такой? Нет, это натуральный, по-моему, да. Ну нет, в смысле, я имею в виду... Макет вот этого Кремля, то есть там... Правильно, наверное, выразилось. То есть это полностью сделанное. Да, вы как будто оказываетесь внутри избы. Реконструкция. Спасибо большое. Спасибо большое, Андрей. Так. Такое переключение в избы. Так, это что касается музея. То есть вы спокойно приходите в любое удобное для вас время. Не нужно записываться заранее. И просто вот так посещайте, прогуливайтесь и слушайте. Ну вообще интересный такой формат. Обычно же приходят группы с экскурсоводом, по разным залам проходят в музее. А здесь получается, что в каждом зале какой-то проводник, да, который рассказывает людям. А как это будет? То есть по просьбе всё равно же какая-то текучка будет у гостей. Вот как раз мы по этому думали, вроде, допустим, ну была идея создать какое-то расписание. Такой опыт тоже был. Ну опять же, просто люди постоянно идут. Многие даже не смотрят заранее программу. Они просто знают, что вот я сегодня, вот знаю, что проходит Ночь музеев, да, такая уже акция, ну всероссийская. Я знаю, что я зайду в любой музей, там что-то обязательно будет. То есть они, ну многие даже не смотрят расписание заранее. Люди постоянно идут. И поэтому решили уже, что в каждом зале находится человек, и он уже работает с тем потоком людей, который идёт. Ну мне кажется, там на месте будет просто определяться. В зависимости от количества. Если, например, подходит один человек, два человека, три человека, формируется группа потихонечку, и с этой группой экскурсовод идёт, рассказывает всё. И что касается нашей площадки под открытым небом, то же самое, с 16 до 22 часов. И вот здесь уже по порядку, вот у нас получается, ну в 16, вчера буквально выяснилось, что у нас завтра, сегодня обязательно включим это в программу, будет музыкальная группа. Вот это у нас студенты колледжа. И они сегодня, вот мне пришли тоже свои фотографии, озвучат мне своё название, это точно будет джаз. И параллельно у нас в 16.10 начинается такое каллиграфическое шоу. Андрей Павлович об этом обязательно расскажет поподробнее у нас. Давайте вот как раз и попросим Андрея Ивановича рассказать про проект. Получается, вы фактически открываете дочь музеев, музей историй Хлынов. Ну вот мы даже подумали, что, может быть, как-то мы пересечёмся с музыкантами. Я думаю, что каллиграфия и музыка, они чем-то друг на друга похожи. Ну джаз довольно каллиграфичен, если так вы думаете. Ну я думаю, у каждого каллиграфа какой-то свой темперамент. И я думаю, что да, безусловно, точки пересечения с музыкой, они очень уместны. А мне почему-то сегодня хотелось ещё сказать, в день, я вспоминаю день открытия этого музея. Немножко поближе просит звукорежиссёр. День открытия этого музея, это был какой-то удивительный солнечный день. Замечательные какие-то знаковые люди нашего города, нашего края присутствовали на этом открытии. И, конечно, Валерий Иванович. Я тогда был тоже приглашён, я там был поставлен мольберт. И я вот поздравлял именно каллиграфическом таком плане людей, пришедших на это открытие. Вот это было, сейчас я уже вспоминаю, в шестнадцатом году, и вот музей живёт, развивается. Вот мне сегодня хотелось вспомнить вот этот вот день открытия. Было очень интересно, здорово, потому что открытие вот такого, ну, я не знаю, частного музея, это, конечно, событие. Всё-таки город у нас, не сказать, что он такой огромный, большой и такая культурная точка, ну, это важно для города. Ну, и точка притяжения такая, да, и точка знакомства, кстати, с городом для многих приезжающих сюда, потому что вот мои, например, знакомые, кто приезжает, они, кто побывал в музее истории Хлынова, они все с большим удовольствием об этом рассказывают потом. Да, безусловно, это этот музей со своим лицом. Ну что ж, давайте перейдём к вашему проекту, который вы будете презентовать в 16.10 в музее Вятска Азбука. Расскажите поподробнее. Ну, с одной стороны, я раскрываю наши такие планы, да, хотелось бы что-то немножко и сохранить, чтобы была интрига, но во всяком случае каллиграфия – это искусство, и я замечаю, что когда художник-каллиграф-изограф что-то пишет, людям уже интересно. А если это происходит на улице, в каком-то большом объёме, ещё и связано с каким-то реальным текстом, ну, мне кажется, это должно быть интересно. Поэтому даже назвали каллиграфическое шоу, да, я не буду всё рассказывать, но я скажу, что это будет связано и с творчеством, и с усилием Валерия Ивановича, да, вот этот текст, который я буду писать, вот, и будет связано ещё и с историей, действительно, с историей нашего города, и вот такая композиция будет создана, да ещё и во время такого музыкального сопровождения. Надеюсь, это будет интересно, может быть, в чём-то даже уникально. То есть, получается, совсем другая история. Я когда прочитала проект «Авиатская азбука», я сразу же вспомнила многолетнюю историю с созданием этих огромных букв. Это же другое. Нет, название то же самое. Тут, смотрите, просто мы обозначили, что Андрей Павлович – автор проекта «Авиатская азбука», да, и он проведёт каллиграфическое шоу. Это не значит, что «Авиатская азбука» и шоу связаны, да? Ну, да, безусловно. То есть, я просто занимаюсь буквами, каллиграфией. Я член Национального союза каллиграфов. И в данном случае вот здесь вот именно каллиграфическая такая тема, связанная с историей нашего города, с текстом, связанным также с историей этого города, будет вот представлена и появляться прямо на глазах у пришедших в музей. Так, а что потом будет с тем, что будет создано? Ну, а вот мы как раз и подумаем с нашими замечательными организаторами музея. То есть, в результате вашей секции появится что-то? Может быть, какой-то арт-объект? Какой-то объект, да, то есть он у нас потом останется в музее. А, он останется в музее. А может, не останется. А может, раз в год мы его будем доставать и эту работу продолжать. Кстати, вот видите, как у нас тут рождается всегда. То есть, вот это как бы будет начало, да, вот у нас начнется это вот буквально завтра, и каждый год, да, мы будем доставать вот этот арт-объект, да, так вот еще неизвестно, что это получится, и продолжать, ну, там, скажем, все равно писать текст. Понятно, что это будет написание текста, и, может быть, через какое-то время это будет уже такая какая-то огромная композиция, которую будет не стыдно показать пришедшим в музей. Своего рода летопись. Летопись у меня тоже в музее. А пришло в голову сразу же. Абсолютно точно уловили. Вот слово летопись, наверное, как ничто иное, очень хорошо подходит вот к нашему завтрашнему действию. То есть раз в год достаем, дополняем, всем показываем. И прячем. Ну, нет, может быть, и не прячем, убираем куда-то, где в сохранности будет находиться этот объект. И снова достаем. Да, вы уже просто соучастник нашего проекта, да, спасибо, спасибо, так вот и будем планировать. Ну, вот к разговору о соучастии, я так понимаю, все равно это будет такая форма зритель как наблюдатель, а нет у вас желания когда-нибудь сделать что-то с включенностью зрителей, провести какие-то мастер-классы? У нас будет вот расписание мастер-классов. А, уже есть. Да, то есть мы обозначили два времени. Вот то, что вот в 17.30 и в 18.30, и дальше уже просто вот, ну, допустим, Андрей Павлович уже будет работать как-то вот, ну, если хоп, еще в какое-то время набралась группа, то тоже вот они могут приступить к занятию. То есть здесь вот мы два времени обозначили. То есть помимо непосредственно вот этого проекта, который откроет «Ночь музеев», будет еще, будут еще и мастер-классы. Безусловно, то есть то, что вот я сегодня про что говорил, это как бы некое действие для того, чтобы вдохновить будущих участников мастер-класса. То есть это такой перформанс будет, а потом уже мастер-класс, где можно научиться элементам. Совершенно верно. То есть будет такой, инсталлирован такой как бы процесс определенного исторического почерка, да, то есть я буду, может быть, даже рассказывать об этом. А потом, скажем, этот почерк я раскрою для участников мастер-класса как некая моторика, как наши предки писали буквы, как они писали ширококонечным пером или кистью. То есть, в принципе, может каждый для себя выбрать даже инструмент. Я хотела спросить людям, которые захотят, например, участвовать в мастер-классах, им нужно что-то с собой приносить? Бумагу, ручку, фломастеры? Нет, нам бы хотелось самим все подготовить, чтобы люди как бы... Инструмент выдадут. Да, просто могли спонтанно прийти, да, кому достанется тростниковая палочка, кому-то гусиное перо, кому широконечная кисточка. Все зависит от темперамента человека. То есть еще можно научиться писать какой-то ручкой необычной получается, да? Ну, я бы так не сказал, сразу говорить, что научиться писать... Научиться, попробовать. Но научиться писать некоторые буквы, а может быть, конечно, один из тысячи человек может сразу схватить и сразу писать. То есть есть такие феномены, которых даже не надо учить. У них включается генетическая память, и они начинают сразу писать, значит, полууставом, как в 17 веке, да, там, или в 16-м. То есть такое тоже случается, но очень редко, вот, ну, бывает. Ну, есть такие люди в нашем городе, да? Может, как раз завтра, да, и откроется такой человек. Какого-то в себе талант, может быть, откроет, да, внезапно. И это причем не просто талант, это действительно какая-то генетическая память. Это очень интересно. Подсказывает нам звукорежиссер, что еще один участник Ночи музеев присоединяется к нам. Это Алексей Фоминых, режиссер ГТР Ковятко. Алексей будет продолжать вечер, да, то есть вот Андрей представит свою секцию. Да, да, добрый день. Добрый день, Алексей, добрый. Добрый день. И Алексей будет рассказывать про клады. Как раз 17-м. Ну, вы знаете, я хочу сказать, да, что у нас очень давняя история дружбы с музеем Хлынова. Мы давно были знакомы и с Валерием Ивановичем Федяевым, его создателем. И я должен сказать, что нужно отдать долг памяти человеку, который создал центр притяжения краеведов, тех, кто интересуется историей. И вот пропагандирует именно древнюю историю Хлынова, Вятки. И вот, вы знаете, тут далеко не все упирается в клады, да. Вот я бы хотел немножко открыть горизонт истории, наверное, чуть дальше, чем 650 лет. То есть, вы знаете, мне часто приходится ездить с археологами на раскопки, снимать репортажи об их работе, об их находках, открытиях. Ну, представьте себе, у нас есть городище 7-го века до нашей эры. Представьте, какая-то древность, это более 2,5 тысяч лет. И где-то в Египте правят фараоны, где-то, значит, у нас Древний мир, Афины, Греция. А вот здесь уже есть поселение. И, кстати, я должен сказать, что вот создатель первого Вятского публичного музеума, Алладин Пётр Владимирович, он ведь у нас фактически Вяткий Шлиман, то есть, он открыл Вятскую Трою. Это ананинская археологическая культура, это предки финно-угорских народов. И до революции, до революции историки часто связывали народы, населявшие в древности Азиатский край со скифа, с армадским миром. Это такие интересные связи с древней историей, с древним миром. И у нас зафиксированы, например, находки, скажем так, на территории Азиатской губернии, древнегреческой геммы, акинаков, которые могут относиться к скифской культуре, а это тоже до нашей эры. И вот, соответственно, хотелось бы пролить свет на этот древний период. Клады. Клады, это не то, чтобы просто интересные, ценные монетки, зарытые в землю. Это кладовые комплексы, которые нам очень о многом могут рассказать. Ну, понятно, торговые связи. И в то же время, вот вы знаете, мы с вами опираемся на общерусские летописи, чтобы датировать основание города Вятки 1374 годом. То есть, почему мы 650-летие... Готовимся к нему, да. Да, да, в 2024 году. А если заглянуть еще глубже в древность, мы понимаем, что письменных источников там не сохранилось. Вот здесь в полные свои права вступает археология, которая по крупицам восстанавливает быт тех людей, которые жили здесь в ту эпоху, когда письменных источников еще просто не было. Их быт, чем они питались, на кого охотились, какой их был труд. То есть, земледельцы, кочевники, какая культура, религия. Ну, это при раскопках захоронений. И вот находки кладов на севере Кировской области, это Афанасьевский район, говорят о том, что торговые связи цивилизаций, культур археологических, которые жили здесь до, скажем так, ну, даже в первом тысячелетии нашей эры, торговые связи простираются далеко на восток. Потому что здесь находят монеты арабское серебро, гирхемы, чеканенное в городе Багдад. Например, в 7-8 веке нашей эры находят древние персидские серебряные драхмы в составе кладов 4 век нашей эры. Может, это кто-то просто мимо пробегал и уронил? Ну, тут, знаете, далеко бы бежать пришлось. Поэтому вот цель-то нашей встречи не столько поговорить о кладах, сколько заглянуть в глубокую древность и понять, что наша история вятская еще достаточно много тайн хранит. И она, конечно, очень-очень древняя, интересная. И, конечно, надо еще много и много работать, чтобы все эти тайны для нас раскрылись. Алексей, а? Кладовый комплекс. Это интересный источник всего лишь информации. Это для тех, кто сейчас подумал, что Алексей будет рассказывать, где это сундучки лежат, да, в наше непростое экономическое время. Куда это отправится на поиски, как, знаете, как в простоквашино? Я должен сказать, что мы говорим о тех находках, которые уже сделаны, но те места, где жили вот эти древние народы, представители коми-пермятской культуры, ананитской археологической культуры, финно-угорской, они в данный момент и храняются государством. Это памятники археологии. И, естественно, на них не то, чтобы что-то искать нельзя, на них нельзя даже вести просто какие-то специальные земляные работы или сельскохозяйственные работы. Они охраняются государством. Это наша летопись. Но это летопись, которая не в архиве хранится, а которая хранится в слоях земли. И надеемся, что когда-то настанут времена, когда она будет очень досконально исследоваться. Потому что в прошлом были попытки это исследовать, были интересные находки. Ну, например, вот представьте себе Верхнекамский район Кировской области. Там были в начале 20 века сделаны такие уникальные находки. Например, серебряные персидские блюда династии сасамидов, персидских царей. Так вот, лучшие образцы этих находок сегодня украшают залы государственного эрмитажа в Санкт-Петербурге. Это шедевры восточной чеканки, восточных мастеров. А они найдены были в Кировской области. Почему они туда попали? Какими путями? Ну, вот попытаемся разобраться на нашей встрече. Понятно. Спасибо, Алексей, за полный подробный такой рассказ. Ну, я думаю, что на встрече в музее будет рассказано много-много больше. В 17 часов секция Алексея начинается. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Герцена 15. Да, спасибо. Я еще добавлю, что, возможно, будет что-то и показано даже. Не только рассказано. Ну и, как правило, это выступление сопровождаю и предметностью. Некоторые, чтобы можно было ощутить, ну, скажем так, аромат истории. То есть, если интересно что-то из городища 7 века до нашего эры увидеть, приходите. Может быть, возможно, Алексей и продемонстрирует эти артефакты. Спасибо вам большое. Всего доброго. Да, гостя нашего мы отпускаем. Возвращаемся к гостям в студию. Напоминаю, что у нас Екатерина Руднева, управляющая музеем истории Хлыновой. Андрей Дориченков, автор проекта «Вятская азбука». Каллиграф правильно говорит, да? Каллиграф. Каллиграф, вот. Каллиграф. Каллиграфист. Каллиграф, наверное, да? Каллиграф быть. Так, давайте мы быстренько пробежимся по оставшейся программе. И потом уже будем приближаться, наверное, к розыгрышу призов и путеводителя с картой, между прочим. Путеводителя по Хлынову по-древнему. Пожалуйста, не выбирайте его, не выбирайте. Он ему понравился. Друзья, ну что, после того, как Алексей Фоминых расскажет нам о том, как давно вообще началась здесь история, да? У нас презентуют свои возможности туроператор активного отдыха, это искра. Они познакомят с самыми яркими маршрутами предстоящего лета. И стоит сказать, что тоже сейчас вот мы просто... По нашей области, да, маршруты? То есть это будет, да, ну смотрите, и по области, и за её пределами. Вот куда, это они уже завтра сами нам расскажут. И здесь хотелось бы сказать, что тоже рядом с территорией нашего музея, так как он находится в исторической части города, они в 17.45, в 18.15 и в 19.10 проведут такие буквально по 15 минут экскурсии уникальные для нашего города, да. Потому что экскурсии будут проходить в наушниках, и тоже вот экскурсовод либо сам будет говорить, либо это будет какая-то запись. То есть в любом случае погружение в историю будет очень интересным, потому что вот говорю, какие-то моменты у нас до сих пор решаются, и это не в плане, да, что мы что-то ещё там не довели до ума, потому что у всех наших участников, вот, например, мы уже что-то обсудили, а они говорят, ну и вот, возможно, вот это ещё, возможно, вот это. То есть всем хочется гораздо больше предложить нашим посетителям. Затем в 18.00 Мария Русинова презентует проект «Деревянное кружево вятки» и расскажет о мероприятиях Том Сойер-феста, потому что всё-таки... Но тут наши слушатели знакомы с проектом. Ну, прекрасно, потому что действительно это такое, ну, великое дело заботиться о той истории, о том историческом наследии, которое у нас сохранилось, и я думаю, что те, кто будет посетителем нашего музея, это люди увлечённые, неравнодушные к истории, и будет здорово узнать, где же мы можем быть полезными для вот этого сообщества, да, где мы можем прикоснуться к истории, помочь, чтобы она у нас сохранилась. Ну, и «Деревянное кружево вятки» проект, который делали Центр русской культуры и письменности МИР. Да, на МИР, Центр русской культуры и письменности МИР, безусловно. Да, и, насколько я понимаю, с 28 мая вот ещё можно будет его увидеть в... Крине. В Крине, да, в красном корпусе завода Крин. Да, там будет всё представлено, это я нашим слушателям напоминаю. Ну, а в 18.30 будет группа «Худри». Да, которые мы непременно с Аней никогда не пригласим в наш эфир, потому что довольно много знакомых в этой группе у нас участники. Это и Роман Веселков, который был ведущим на радио, и много раз и гостем участником. Это и Ветер, Ветер, Настя? Настя Печёнкина, да. Да, они тоже приходили к нам, и Настя играла какие-то, исполняла свои сольные песни. Но вот теперь они в составе группы «Худри» будут выступать как раз на завтрашнем мероприятии. Дальше... Это очень приятная для нас тема, потому что она конкретно о нас. Мы вроде думали о фрагменте Кремля, да, о том, что рядышком, а здесь вот такое предложение прям про музей, что на его месте. В 20.00 Сергей Бисеров проведёт, да, для нас какие-то такие зрелищные мероприятия, где можно познакомиться с техникой ведения боя, средневековым оружием. Всё безопасно, хотелось бы отметить, потому что... Надо как-то вот приходить в амуниции какой-то, да? Нет, вы просто приходите, а Сергей уже отвечает за то, чтобы всё прошло прекрасно, чтобы эмоции были только положительные. Здесь прям только наслаждение никаких, переживать никому не нужно. И в 20... Это для детей или для взрослых? А здесь для всех, потому что вот мы тоже с Сергеем, я была и на мероприятиях в Хламской заставе, и мы с ним участвовали в разных мероприятиях, кто есть... Так, сбилась с вопросом. Да, я спрашивала, для кого это? А, вообще, действительно, и детская аудитория, и взрослые. Но тут хотелось бы сказать так, что, наверное, взрослые на его мероприятия переносятся в детство. То есть это всё равно такая забава, такое какое-то вот погружение в прошлые времена, тоже в средневековый такой период. А давайте как раз скажем о возрастных ограничениях всех мероприятий, потому что мы обязаны говорить, сколько... Есть у вас какие-то... Ну, смотрите, такой вопрос вот звучал. Тут, мне кажется, возрастного ограничения никакого нет. То есть просто, если, допустим, кто-то захочет прийти с малышами, это возможно, да, здесь просто уже люди сами смотрят, да, насколько времени им комфортно прийти. И, допустим, может быть, они сразу пройдут там в избу, либо, допустим, ну, то есть здесь уже сами взрослые смотрят, что бы со своим ребёнком им хотелось посетить, чтобы было интересно. С точки зрения информации там и опасности или безопасности, это информация для детей, ничего такого не будет. Да, всё безопасно. Но, конечно, сами родители сами определяют, ну, стоит ли не стоит идти там со всем малышами. Но я думаю, что, конечно, маленьким нашим будет интересно посмотреть вот на каллиграфическое шоу, да, посмотреть, что Алексей Фоминых вот покажет, принесёт, у нас будет горячая уличная кухня, а затем, конечно же, вот живая музыка, вообще много-много всего. В музее непосредственно тоже детям будет интересно, так что возрастных ограничений нет. В общем, ноль плюс. Самое опасное для детей — это увидеть небритого веселку из группы Кудрия. Это может напугать какого-то. Я увидела его вчерашнюю фотографию, по-моему, он вполне себе побрит. Пришёл в нормальный вид, да? Ну ладно, тогда снимаем возрастные ограничения. Ну, смотрите, у нас Сергей Бисеров с бородой, поэтому, друзья... А не положено. Не положено, он просто сам и рассказывает. Сейчас уходим на рекламу, да, а потом продолжим и проведём викторину. Да. Возвращаемся в эфир, викторина всё ближе, но мы всё ещё знакомим наших слушателей с программой «Ночи музеев» в Музее истории Хлынова завтра в 16 часов всё начинается. Екатерина Руднева, управляющая музеем, продолжает. Далее у нас в 20.30 выступит группа «Лос Чутатамас». Это очень такая яркая, звонкая музыка. Это мексиканцы? Нет, это как у нас их обозначили, вятские ковбойцы. Вятские ковбойцы. Так, дальше у нас в течение всего мероприятия 16 до 22 будет Михаил Косачёв знакомить с таким мастер-классом, как «Оловянный солдатик». То есть здесь мастер-классы. Вообще у нас мастер-классы будут проводиться на платной основе, все остальные мероприятия на бесплатное посещение. То есть вы подходите, тоже здесь записываться не нужно. То есть Михаил будет работать вот с тем потоком людей, который будет к нему приходить. В течение всего вечера. Да, да. И, собственно говоря, повторю, что будет горячая еда, что мы никому не дадим замерзнуть, потому что, конечно, завтра не обещают нам какой-то прям супертёплой погоды. Майской погоды не обещают. Но я видела, что сегодня, что растила черёмух, и, видимо, вот всё-таки... Замёрзнуть никому не дадим. Народной приметой, как только отключают отопление в домах, ждут отмолодания. Да, совершенно верно. Ну что ж, давайте мы озвучим список призов, которые вы, наши дорогие слушатели, можете сегодня выиграть. Мы, как всегда, традиционно разыгрываем билеты на любой фильм и сеансы кинотеатра «Дружба и смена». И книги от магазина «Читай город». Да, книги от магазина «Читай город». Мария Бурас, Максим Крангаус. «Тысяча лет и один день. Современная литературная сказка о приключениях Пети и Оси, о поисках попугая и об ответах на вечные вопросы». Это ноль плюс. Михаил Советов. «Еда по законам природы». Так, почему до сих пор никто не взял эту книжку? В конце концов, прочитайте уже и расскажите, какая по законам природы должна быть еда. Что нужно есть. Да, дипломированный врач уверен, только естественное питание может обеспечить хорошее здоровье и жизненную энергию. 16+. Колин Эллард. «Среда обитания. Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие». Тоже ноль плюс возрастное ограничение. И напоминаю, что эти другие книги можно найти в магазинах «Читай город», в торговом центре «Театро», торговом центре «Крым», торгово-развлекательном центре «Макси» на Луганской и в фестивале на Волково 6А. «Пригласительные в галерею «Прогресса», где до конца мая, я напоминаю, работает замечательная выставка «Артвятка». «Шесть плюс возрастное ограничение». Приходите. Есть что посмотреть в галерею «Прогресса». Ну и, конечно, да. И путеводитель, который мы обещали. От наших гостей. Может быть, поподробнее, Екатерина, расскажете, что это за путеводитель? Там карта внутри, я видела. Там не только карты, я полистала. Ой, я хочу такой. Это как раз тот путеводитель, который был создан ещё до того, как появился музей. Конечно, он у нас пользуется таким высоким спросом, потому что здесь в достаточно такой ёмкой, интересной форме рассказано и о том наследии архитектурном, которое у нас сохранилось, и о том, к сожалению, которое у нас было утрачено. И что самое вообще приятное, то, что вкладышем является такая очень полезная карта, где можно увидеть, какой у нас был регулярный план до начала 18-го столетия и какой мы имеем сейчас. То есть увидеть, как прежняя планировка перекликается с современной, как раньше назывались улицы. И вот на самом деле так заботливо, так это всё сделано, потому что вроде иногда возникает вопрос, где это было, достаёшь карту, смотришь, ага, это было вот на этом месте. То есть всё понятно, всё интересно, он такой достаточно яркий. Недавно мы получили новый тираж, потому что на самом деле, ну, активно очень он приобретается нашими посетителями, теми, кому это интересен город. Да, я вот вижу, здесь как раз отмечено, что есть утраченные здания, условное обозначение, есть сохранившиеся здания и рекомендуемые направления движения. То есть даже по этой карте вы можете самостоятельно для себя и для каких-то своих друзей, гостей... Вот ещё дело-то в том, что вот, возможно, кто-то видел такие баннеры у нас по городу, вот в Александровском саду они есть, где вот рассказывается, здесь была та или иная башня Кремля. То есть это как раз связь с путеводителем. И там, по-моему, ещё QR-коды есть, да? То есть можно там подойти, подойти и переместиться. Чудесный приз у нас, пожалуйста, не берите. 211, 101, номер телефона. У нас 9 минут до конца этого часа культпохода, но я думаю, что мы успеем как минимум два приза разыграть точно. Ну что ж, Екатерина, первый вопрос. Да, конечно, конечно. Друзья, вопрос такой. Самый старинный монастырь из ныне сохранившихся в нашем городе? Мы не будем подсказывать. Не так много монастырей из ныне сохранившихся в нашем городе. Это отсылка к путеводителю тоже. Следующий вопрос. Нет, 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 нет. Мы сейчас ждём звонка, и вы скажете нашему слушателю, правильно он ответил или нет. Если вдруг неправильно, попробуйте подсказать, навести. Ну мы две попытки даём вообще, да. Я думаю, что это довольно простой вопрос. Друзья, я вас прям верю. Слушатели! Есть, есть слушатель. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, Андрей. Андрей. Ну Андрей, я думаю, угадает. Ну, попытаюсь угадать. Может быть, Трифонов? Всё верно. Всё верно, спасибо. Как здорово, что вы знаете. Очень приятно. Так, и какой же приз вы хотите, Андрей? То, чего боится Гульнара. Путеводитель. Вот так вот Гульнара. Он мне так понравился. Ну что ж, я рада за вас. Мы вас поздравляем. Спасибо большое за ответ. Путеводитель ваш. Да, Андрей, как всегда, у нас в редакции вы можете забрать ваш приз. Московская 40. Пожалуйста. Спасибо. Следующий вопрос. Андрей, готовы? Так, ну, раз уж сегодня мы говорим о древностях, о каких-то очень глубоких древностях, вопрос из области каллиграфии. Самый древний почерк кириллический, который существовал у нас, у русских людей, в самых древних книгах, ну, например, такой памятник я назову, как «Астромировый Евангелие», книга, дошедшая до нас, как называется этот почерк основного текста. Ух ты! Это как-то общеизвестное название? Или прям узко способен? Это слово, оно даже в современном нашем обиходе используется, да? Ничего себе. Точно не знаю ответа на этот вопрос. То есть каждый почерк, он название своё именит? Ну, безусловно, исторические почерки. Сейчас нам слушатели расскажут, да, что это? А вот сейчас интересно будет вообще, кто-то слушает, указавшийся. Если вы считаете, что это сложный вопрос, я могу назвать букву, с которой начинается название этого слова. Есть у нас звонок. Ну, давайте, сейчас посмотрим, что слушатель нам скажет. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Сергей. Да, Сергей, вы знаете правильный ответ? Попытаюсь предположить, устав. Устав. Совершенно верно. Устав? Ура! Устав. Да ладно. Древний почерк, астромировая Евангелие, устав основного текста, да? То есть это почерк так называется? Слово существует, но имеет другое значение. Да, да. Просто сейчас это слово существует, но тогда, как бы исторически и научно, да, этот почерк называется устав. Да, совершенно верно. Поздравляю вас. Сергей, слушайте, а вы занимаетесь, да, специально? То есть вы погружены в эту тему? Ну, не погружен, но где-то встречал просто это. Память хорошая. И кругозор широкий. Интернет быстрый. Ну, я очень рад. Вообще здорово, то, что люди знают. Да, очень приятно. Спасибо вам большое за такой прекрасный ответ. И какой приз вы хотите? Ой. Как так-то? Сорвался. Нашло, что ли? Ну, я... Да, мы Сергея просим перезвонить продюсеру и выбрать все-таки приз, потому что, ну, за ваш правильный ответ вам точно приз положат. Ты даже не один, я бы два. Едем дальше. У нас есть еще 4 минуты, и мы успеем еще кого-нибудь осчастливить. Екатерина? Вопрос такой, друзья. Прежнее название улицы Ленина. Угу. Ой, слушайте, ну, это достаточно просто, но с подвохом. Но с подвохом. Есть такой, есть такой там маленький такой подвох. Ну, скажем, такой множественный. Вариативный. Вариативный. Да. Хорошо. 211-101. Прежнее название улицы Ленина. Да, если у нас сейчас линия не занята будет предыдущим нашим ответчиком. Ответчиком, да. Сергей, Сергей, да. Все, все. Есть у нас звонок, я вижу, что сейчас нам его уже подключают слушателя. Добрый день, как вас зовут? Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела ответить на вопрос. Давайте. Это улица Николаевская. Ленина. А, все верно. Что скажет нам Екатерина? Все правильно. Да, это верно. Это действительно одно из названий улицы. А какие были еще? Николаевская и... Подождите, подождите, мы спросим нашу слушательницу. Так вас зовут. Будет здорово, если вы знаете еще и второе. Елена, да? Екатерина. Екатерина. Екатерина, а вы знаете еще какие-нибудь названия улицы Ленина? Вы уже правильно ответили, но вдруг вы еще знаете какие-то названия. Нет, к сожалению, пока вот нет. Ладно. Ну тогда поделимся информацией. Эта улица еще называлась и Вознесенской. Так что, ну, вы большая молодец, что знаете вот такие факты. Так что, поздравляем вас. Екатерина, какой приз вы хотите? Билеты в смену. Билет в смену хочет Екатерина. Ну ладно, билеты в смену вам достаются. За ними тоже можно приходить к нам в редакцию. Екатерина получает свой приз. У нас остается, на самом деле, две минуты, я так понимаю, до конца эфира, да? Звукорежиссера, я сейчас спрошу. Побольше? Три минуты. А, может быть, на ходу еще кто-нибудь? А, давайте, а я думаю, нет, слушайте, нет, подождите, подождите, у меня есть идея. Мы вообще договаривались еще один вопрос задать, раз уж у нас музей истории Хлынова сегодня в гостях. Ответ на него прозвучал. Ответ на него прозвучал в нашем эфире, но вот сейчас будет вопрос на внимание, да, от Екатерины. Кто внимательно слушал, тот знает. Три минуты. Три минуты.